Всем привет, друзья! В общем, вы знаете, поражает не то, что, допустим, единичные какие-то люди, они интерпретируют какие-то общеизвестные научные факты по-своему, да? Меняют физические законы, химические законы меняют. Поражает то, что при прослушивании большим количеством слушателей и зрителей ни у кого не возникает вопроса, а вообще, какой хинею ты несёшь, почему так? Почему ты взял, допустим, и вот изменил закон? Если мы вернёмся к нашему оппоненту, который там автор знаменитой такой известной бродиловки, да, бормотухи, то вот в своём видео он своим подписчикам рассказал о том, как формируется, допустим, капля, да, которая у нас в виде дождя, а потом пролетает на землю. Так он сказал, почему, допустим, капля становится круглой? Простое прямолинейное этому объяснение, что там в этой капле микроб и вокруг микроба образуется вот эта вот капля, поэтому она круглая, несмотря на то, что здесь действует такой принцип поверхностного натяжения, да? Ну, довольно-таки известно почему. Почему? Потому что поверхностное натяжение, оно равнозначно, да, на все стороны, и поэтому образуется и капля. И не только, допустим, падающая у нас с поверхности, но и, допустим, капля ещё из крана и так далее. Это какой-то новый, я не знаю, закон, придуманный, вот, ну, ладно с ним, да. А подписчики, почему ни у кого не возникло никакого вопроса по поводу вот этой хинеи, которую он несёт? Я вот этого не понимаю. Но вернёмся, значит, к нашему и плодородию почвы, и чем питаются растения, и почвообразование. Ведь с чего всё начинается? А у нас всё начинается, вот, друзья, вот с таких вот камушков, да? Здесь у меня базальт, вот такой небольшой камушек, вот. Он, конечно, получен искусственным путём, взят, допустим, ну, как искусственные перемолоты, да? Это щебёнка, которая продаётся в магазине для нужд, там, строительства и дашников и так далее. Но, допустим, разрушение больших горных минералов, да, которые у нас выходят на поверхность Земли, они разрушаются тремя разными способами. Есть биологические, есть физические, есть химические. Вот. Вот. И сначала это, конечно, большие такие огромные валуны, породы, камни, которые со временем, на которых действует солнце, воздух, вода, вот, они потом начинают трескаться. Это, допустим, если движутся ледники, то перемещается вот эта вот масса с камнями, с землёй, происходит трение друг с другом. И, соответственно, от этих, допустим, даже маленьких уже частичек откалываются ещё меньшие частички, такие пылеобразные. Вот. Вот. И в этих вот камнях содержится очень много всяких разных микроэлементов, да, питательных веществ, тем вот, которые мы находим у нас в растении. Вот. Физически, как я сказал, это вот воздействие, допустим, там, трение между собой, да, и химически это вот действие воды, солнца, тепла, холода, да. Да, попадает туда вода, замерзает, разрывает этот камушек, он становится меньше и меньше и так далее. Вот. Ну, и также действие, допустим, каких-то органических кислот, да. А биологически оно, конечно, тоже включает и химически, потому что как раз-таки теми микроорганизмами или простейшими растениями, там, хи, лишайники, которые поселяются на, именно на камнях у нас, если вот выходили там по лесу где-то, да, в предножие горы и так далее, то обращали внимание, лежит валун, и у нас на валуне растет мох. Где там он нашел чего, к чему зацепиться, вообще непонятно, да, но это действительно так. И вот эти простейшие у нас организмы, простейшие растения, выделяя какие-то, допустим, вещества, они действуют на поверхность этого камня, и он, ну, еще становится все меньше и меньше. В общем, за долгий временной промежуток, ну, времени происходит вот разрушение вот таких вот частиц, которые становятся пылью, да, легко, которые разрушаемые, создают предпосылки для образования почвы. И вот тогда уже, когда появляются вот эти простейшие, допустим, растения, создается, и в процессе отмирания и жизнедеятельности происходит вот аккумуляция органики, которые еще сильнее начинают воздействовать на вот эти вот камушки. И когда уже приходят высшие растения, да, какие-то культуры, там, деревья или там кустарники, то вот этот листовой опад, да, который начинает разлагаться у вас, вот, при разложении этого листового опада выделяется очень много органических кислот, которые вот воздействуют на вот это вот. Ну, и еще те же самые микроорганизмы, которые благодаря всяким разным ферментам, находящимся у них внутри, вот, они воздействуют на вот эти вот мельчайшие частички. Это уже не такое, а вот именно пылеобразное, но он еще остается все-таки камушком, и он нерастворим. Но с помощью вот этой вот органики, с помощью микроорганизмов, вот эти вот частички мельчайшие, да, каменные, они растворяются, и они переходят в жидкую фазу, да, и становятся доступными для наших растений. Соответственно, все вот эти вот процессы по разложению органики, да, и излечению вот этих вот минеральных веществ и всяких разных камушков, это вот есть у нас, как говорится, процесс почвообразования. И много есть, допустим, таких агротехнических приемов, когда вносят всякую разную каменную муку с целью повышения количества извлекаемых минеральных веществ, да, естественного происхождения. Вот, можете сами это все поконтролировать, посмотреть, сколько у нас находится, допустим, всяких разных питательных веществ в том же самом базальте, или там гранит, или какие-либо циолиты, очень много. Вот, а у нас в основном львиную долю в почвообразовании занимают какие-то более такие мягкие слюды, роговая обманка и так далее, полевой шпат. Очень много таких вот веществ, которые, конечно, раньше они, допустим, были какими-то камушками и так далее. Вот, это довольно-таки простое объяснение того, что происходит, допустим, в процессе почвообразования, да, из камней, на этих камнях у нас образуются какие-то простейшие микроорганизмы, которые воздействуют на все это, потом появляются высшие микроорганизмы, за счет листового пада и органических веществ происходит еще быстрее реакция, и все это начинает растворяться, высвобождаться, земля со временем становится все плодороднее и плодороднее. Потому что количество тех минеральных веществ, которые поступают в почву, очень большое количество. Соответственно, это влияет и на количество микроорганизмов, которые тоже увеличиваются, потому что почва действительно становится плодородной. И произрастают на них уже действительно какие-то высшие растения, и эту почву можно использовать для каких-то сельскохозяйственных нужд. Это вот то, что я, допустим, говорил, плодородие почвы. Как питаются растения, да, и почвообразование – это вот все единый процесс. И, конечно, допустим, нельзя отделить одного другого и рассматривать только какой-то узкий сегмент. Соответственно, у вас могут возникнуть такие предпосылки к ложным выводам, которые потом повлияют на всю вашу дальнейшую деятельность. Оно, в принципе, так и происходит, когда человек, ну, просто-напросто что-то не понимает, да. Вот. Или, допустим, те же самые минералы, когда, если говорят, что растение питается только минералом простейшими, да, извлеченные у нас из почвы, то почему-то подразумевают под этим именно и минеральные химические элементы, да, ну, полученные химическим путем. Хотя у нас минеральное питание изначально в природе, оно идет именно вот с таких камушков, потому что тот же самый фосфор, он находится в определенном минерале, да. Тот же самый калий здесь тоже находится в базальте. Это вот, в принципе, должно, должно объяснить человеку, что эти процессы довольно-таки, они простые, но в то же время получается так, что не все это понимают. Потому что встречаешься с таким, что, ну, бывает иногда в голове это просто-напросто не умещается, да, и начинает рассказывать небылицы. Ну, допустим, такая вот версия, я не знаю, кому она точно принадлежит, то, что берутся эти бактерии, которые в себе накапливают какие-то полезные вещества и захватывают корнями эти растения, обсасывают их, высасывают из них все соки, да, и оставляют только часть для их дальнейшей жизнедеятельности, потом выплевывают и все. Хотя, хотя, тем же самым либихом, да, если внимательно прочитать, не просто там, о, он там изобрел, там какая-то бочка, там равновесие всяких этих веществ и так далее. Человек, который взял, изолировал от всего органического, да, нет там никаких ни бактерий, да, прокалил песок и на песке с помощью минеральных веществ взял и вырастил растение. Это действительно вот для, даже сейчас для многих, те, которые вот говорят, нет, вот органика и кроме органики больше ничего, даже для них это не является таким, знаете, ну, как бы взрывом в мозгу, как вот это действительно было, когда люди все были уверены в том, что вот существует именно гумусное питание, да, именно органические вещества попадают в растение. Вот, он доказал опытным путем вырасти все это на песке, на прокаленном, где ничего не было и растение растет. Но потом, впоследствии, ему сказали, что для того, чтобы вот из этого извлекать нужные микроэлементы, нужна именно органика, да, которая, разлагаясь, выделяет кислоты, которые действуют на вот эти вот камушки, из которых начинают извлекаться эти полезные вещества. Они переходят в простейшую форму, смешиваются с почвенными растворами и становятся доступными для наших растений, которые впитывают их с водой, да, создается внутри растения определенное давление, вот, и это давление превышает, кажется, если мне не изменяю память, кажется, больше двух атмосфер. И оно прокачивает все это в листе, через устица на листях выделяется влага, а все питательные вещества остаются именно в растении. И растение, оно все, то, что поступило туда, оно синтезирует, да, и у нее там внутри за счет поступления всех вот этих вот веществ начинают синтезироваться белки, да, появляются белки, и накапливаются белковые вещества и так далее. Но все в растении поступает именно в простой форме. Так же происходит и с человеком, вот, а человек, когда потребляет эти растения, то с помощью этих растений вещества, находящиеся, вернее, в растении, попадает уже в человека и во всю живую, то, что находится у нас на земле. Вот, в принципе, друзья, пока что и все, что хотел сказать. Конечно же, подписывайтесь, пишите комментарии, делитесь с теми людьми, которые еще находятся у нас на пути всяких разных лжеубеждений и заблуждений. Ставьте лайки. На этом все. Всем пока и увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok